Всем привет! Сегодня мы поговорим про менталитет, про Турцию. Я немножко отвечу на один вопрос, у меня был подобный. Мне хочется объяснить, почему турчанки где-то прямолинейные, хитрые, и как-то слово не очень приятно даже угореть не хочется, но назовём так меркантильные, как говорят на постсоветском прославительстве, это слово используют. А прямолинейные чётко у мужчин спрашивают по делам, в общем, да, за них спрос идёт. Почему они, скажем так, я больше скажу, научились этому или вынуждены так поступать? Это исторически выработанный навык адаптации к условиям жизни, условиям жизни с мужчинами. Вы все прекрасно знаете, понимаете, кто смотрит, да, это вид, если вы интересуетесь Турцией, вы были бактурист здесь, или у вас есть какое-то знакомство, знаете, местных или турецких мужчин, вы прекрасно знаете, как восточные мужчины любят красиво говорить. Недаром их культуре бакалум-бакарыс, то есть увидим-посмотрим, это ничего не означает, что что-то произойдёт точно, это наоборот для отмазки, для того, что вам нравится, что этого точно не будет. Если тебе говорят, давай посмотрим, увидим, будет или нет, точно не будет, это не произойдёт, не свершится. И вот в обход этих красивых слов, речей и обещаний женщинам в Турции, ну, скажем так, пришлось, если так можно выразиться с ними, не только потому, что их принцессами с нормальной, ну, не всех, кстати, да, с более-менее такой устойчивой самооценкой воспитывают, но потому, что такие условия жизни, с такими мужчинами по-другому нельзя, не получается юлить этой прямолинейностью, когда она чётко с него спрашивает, хочешь какой-то близости, не вижу кольца на этом пальце, позовёшь замуж, будет что-то, да, или там ещё какие-то условия, конкретно что вот это, то есть женщина в Турции всегда старается спрашивать конкретно, либо она судит по поступкам, либо спрашивает по конкретике обещания, которые ей даёт мужчина. Если она этого делать не будет, она будет сидеть с лапшой на ушах и никогда ничего иметь она не будет, потому что вы все прекрасно, например, знаете или услышите, как турки красиво говорят, красиво поют песни, красиво пускают пыли в глаза, всё делают красиво, используют в речи, в простой вот эти слова «дорогая моё сердце», «моё любимое», «моё дорогое», это даже нормально у подружки они встречаются, или соседки, вообще даже не друзья, а просто знакомые, сказать «о, жизнь моя, как твои дела?» «Ты такая красотка», и пошла дальше. То есть у них настолько в культуре, вот в этом сленге употребление таких важных, вроде бы сокровенных, с нашей точки зрения, слов, которые говорят только самым близким и особенным людям, здесь это на уровне «привет пока», понимаете? То есть если турчанка не будет взаёмок меркантильный и спрашивать за дело, скажем, не пригвозит к стенке, если ты пообещал «давай, делай», только после твоих обещаний, когда ты сделал что-то, тебе в ответ что-то, скажем так, ты что-то получишь, это по-другому просто никак. И здесь мы выходим на вот эту тему о том, что «ой, такие есть, и я говорю не про всех сразу, да, окей, есть адекватные, хорошо воспитанные, назовём так, честные мужчины, в Турции, кстати, немало, просто есть определённый фильтр, мужчин, которые хотят красиво говорить, обманывать или преувеличивать что-то, говорить, но не делать, говорить, но не доводить до конца, красиво пускать пыль в глаза, но на самом деле таким не являться, или опять же, мы назовём так, окей, это какой-то обман, по итогу мы что, какое чувство ощущаем, что нас обманули, правильно, мы можем это назвать обманом. Так вот, мужчину, кто не хочет напрягаться и свои слова приводить в действие, а хочет просто красиво говорить, поднимать свою тем самым самооценку, чувствовать себя коралевым, хорошо себя чувствовать, классным, тешить своё эго, потому что ему в этот момент женщина, ему любимая или влюблённая, заглядывает ему в глаза, заглядывает ему в рот, она его просто превозносит, он чувствует себя действительно султаном в этот момент, хотя он по факту себя не то что султаном, вообще может быть никем и ничем, ничего у него за душой вообще нет, и он может быть очень ранимый, с проблемами какими-то личными, душевными и так далее, то есть вообще неуверенный в себе человек, но вот это заискивание, когда ему женщину смотрят в рот, он для этого получает по сути то, что хочет, он не сильно не напрягается, говорит красивые слова, в которые он сам начинает верить, и всем всё классно, только в этот момент девушка ждёт, типа ну где же результаты, где же после твоих слов действия, не обещания только, да, а дурчанка просто знает, что это будут слова-слова, действий не будет, поэтому он сразу спрашивает, окей, давай действия по фактам, можешь красиво мне говорить, я не против, против буду тебе подыгрывать, я тоже люблю сама красиво поговорить, но судит она всегда по поступкам, если по вопросу про деньги, по наличию денег, по фактам и так далее, вот потому что не быть вот в этой мишуре, которую на уши вешают, вот такие мужчины, которые не хотят напрягаться, а хотят повышать свою самооценку, чувствовать себя мужиком, самцом, при этом не вкалывать, как папа Карло, будем проще, да, не напрягаться особо, они тогда понимают, что с турчанкой это не проканает, она будет спрашивать по делу, по факту, и такие, именно такая классификация мужчин ищет себе девушек, которые не в курсе того, что их будут обманывать, водить за нос, весить лапшу на уши, тех девушек, которые постесняются задавать прямые вопросы, которые постесняются говорить о деньгах, там, о подарках, о свадьбе или чем-то еще, которые в итоге готовы заглядывать ему в рот, а он их матросит в годами, потом захотел, бросил, до свадьбы не довел, в общем, все классно у него, понимаете, встаньте на позицию мужчины. Я к тому, что он в итоге находит каких-то иностранок, иностранных девушек, которые не в теме вот этой, скажем так, культурных особенностей, их неместную назовем так, встаньте на место этого мужчину. Представляете, что он имеет в этот момент? Можно не напрягаться, не надо рвать пятую точку, зарабатывать кучу денег, я не знаю, вообще напрягаться, короче, не надо, живет в себе посредством, которое у него есть, потому что он, в принципе, ленивый человек. Второе, красивая, ухоженная, приятная девушка заглядывает тебе в рот, просто тебя слушают вот так, в тебя вся сфокусированность, когда другую, например, между, надо завоевывать, напрягаться опять не надо, про лень опять вопрос. Третий пунктик, поднимается твоя самооценка, тебе загляд в рот и говорят при этом, ты крутой, ты такой классный, я тебя так люблю, да у нас с тобой море по колено, да мы вместе, да мы все, вот это я тебе не буду, денег у нас, да я пойду сейчас работать, не вопрос, дай мне сейчас только перееду, я вся в бой, сейчас вся вся семья будет, я сама все на себе тащить буду, он такой, круто, она сама этого всего хочет, мне можно дальше не напрягаться, а у меня, например, красивая, ухоженная, работящая жена, которая все тащит, ну вообще шик. Следующий пункт, если я с ней ругаюсь, скажем так, и она что-то мне предъявляет, я всегда могу съехать на тему менталитета, радости, разности, непохожести нашей, обвинять в том, что она другая, она не такая, она не турчанка, она не как его мама, не как его тетя и сестра, она его не понимает, и это раз она приехала в эту страну, ее задача здесь ассимилироваться, адаптироваться, потому что здесь людей большинство, она одна, не нравится, ну как бы типа уезжай, мне как бы я не хотела, чтобы мы расставались, ну дорогая, тебе придется сломаться, подстроиться под нас всех, и вот в момент как психолог, вообще пройдя всякие вот эти этапы адаптации, что я здесь вижу, хочу сказать, чувак, она к тебе приехала, и ты должен, ты обязан помогать ей, если ты ее любишь, если вы партнеры, преодолевать трудности адаптации, трудности изучения языка, трудности поиска себя, поддерживая ее, вы же в союзе, что ты сего руки спросил, и типа меня это не касается, так это не работает, тоже, знаете, это эгоистичная оппозиция, почему она для тебя все должна, и вот если кто-то сейчас это все слышал, и понял, опа, это про меня, про наши отношения, и вы еще, например, не переехали, или в процессе каком-то, обращайте на это внимание, девочки, я всегда говорю, очень неприятный звоночек, если турок говорит, я специально искал иностранку, например, у меня был неприятный опыт с турчанками, или живя в этом обществе, я всегда изначально знал, что буду себе искать иностранку, девочки, всегда задавайте вопрос, почему, всегда задавайте вопрос, зачем, у него, знаете, есть несколько тут вариантов, первое, это изначально лень, он не хочет напрягаться, второе, у него какой-то травматичный опыт, где он не смог соответствовать турчанке, третье, это просто мог быть травматичный опыт, знаете, по ошибке, скажем так, условно, какое-то отношение, больно сделали, предали, брак разводились, детей делили, что-то такое, в общем, проблемы конкретные, это был его единственный опыт, единственный брак с турчанкой, например, и он просто думает, ой, такие, наверное, все, я вообще боюсь всех, попробую что-то другое, может, что будет как-то проще, но он при этом не клеймит всех женщин в Турции, что они плохие, они такие, сякие, вот этого, обращайте внимание, чтобы не было обобщения, все женщины вот такие, или все турчанки вот такие, это просто некрасиво, он тем самым в этот момент поливает грязью, свою мать, тетю, сестру, я всегда об этом вам говорю, ну, на остальные день, и у вас поливать грязью будет, и вы будете не то, и не такой, у него всегда, знаете, все будут виноваты, все какие-то нити, вот и все, готовьтесь, назовем так, к этому, имейте ушки на макушке, внимательно к этому относитесь, у него мог быть травматичный какой-то опыт, он может попробовать что-то новое, но в этом случае он тогда не должен поливать грязью, он вообще себе говорит, что все турчанки плохие, или с ними, со всеми трудно, знаете, как выглядела бы красиво, правильно, фраза, вот я бы ее послушала, такая, ну да, в этом есть смысл, я этому человеку верю, если бы он сказал, у меня был неудачный брак, или неудачные отношения, мне там не сделали больно, мы трудно расставались, или меня предали, какая-то причина указывается, я решил попробовать отношения с иностранкой, просто подумать, ну может быть у меня там получится, будет более просто, или я, ну скажем так, мой менталитет, например, европейский, не до конца костей, я турок, мне будет попроще найти какой-то общий язык с девушкой, с другой стороны, может быть, это просто приключение, мне это интересно, я бы хотела попробовать, или у меня такая, не знаю, мне нравятся какие-то внешности другой девушки, и вот мне бы это было интересно попробовать, видите, он при этом не говорит, они все такие ужасные, отвратительные, фу, с ними вообще никогда в отношения не вступлю ни в какие, я такой, все, зарекся, только иностранка, с ней проще договориться будет, понимаете, нет вот этой фразы, опускания всех, и вся своего прошлого, всех женщин, надо говорить о бывших достойно, соответственно, это же достойно отношений к вам в будущем, и мужчине будет приятно услышать, или, скажем так, адекватному мужчине, понять, что, например, ну да, у меня не получились на родине отношения, там, не знаю, брак, отношения, еще что-то, ну, мне нравится просто, не знаю, турецкие сериалы, внешность восточного мужчины, в моей стране таких очень мало, мне притягивает, там, твой менталитет, я бы хотела попробовать построить отношения, вступить в такие отношения, просто, ну, мне интересно, хочется, мне есть желание, но мы при этом не поливаем грязью всех мужиков плохих, ужасных, которые у меня на родине, тем же самым, по сути, ты поливаешь грязью своего отца, своего брата, и так далее, и в конце концов, не все такие плохие, ужасные, давайте будем честны, здесь прекрасные мужчины, просто, ну, разный менталитет, может, каждому хочется чего-то разного, или же чего-то нового, попробовать нового общения, новых ощущений, нового контакта какого-то с другой культурой, это окей, но при этом очень красиво будет выглядеть, да, нормально, достойно, чтобы вы не поливали грязью свое прошлое, или будут, короче, за этим кроется очень много смыслов, просто вы следите за тем, с кем вы с иностранцем общаетесь, чтобы он грязью прошлое свое не поливал всех, но и вы тоже этого, пожалуйста, не допускайте, от вас тоже можно будет подумать, не очень хорошо, но я вообще всем желаю любви, и я хотела сегодня просто объяснить, почему некоторые такие качества воспитания уже в поведении турецких женщин, чем они обоснованы, почему это происходит, у этого есть вот такие причины, назовем так условия выживания, я бы назвала, выживание в условиях лжи, красивых фраз, где надо отделять правду от вымысла, где надо отделять образы, приятные слова, от фактов, действий конкретных человек, почему он по факту сделал, чтобы это конкретно держать под контролем историю, но задавать прямые вопросы, надо не стесняться открывать рот и говорить ртом, как говорится, что ты еще сделаешь, я просто пока не знаю других методов, кроме как общаться в диалоге, говорить ртом, и задавать прямые вопросы, пока ты будешь ждать изменений каких-то, море погоды, посмотрим, что будет, ты теряешь время, ты теряешь себя, непонятно, куда идут вообще эти отношения, ты не получишь результат, который тебе, например, желателен, и потом ты останешься разочарованная, с неоправданными ожиданиями. Это мой личный вывод, у вас он может быть каждого свой, напишите в комментариях под видео об этом, в инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции, подписывайтесь, также есть моя почта, где вы можете на нее написать, если вам нужна моя индивидуальная консультация, психологическая, написать тему письма-консультация, если вы хотите прислать вашу историю для разбора на канале, видео в формате, то тема письма, история от анонима, и с удовольствием ее разберу, отвечу на ваши вопросы в формате видео. Спасибо вам большое за внимание к моему каналу, скоро увидимся, всем пока!